Я выбрал такую тему, нордическая или северная модель в мире. Почему? Дело в том, что, как вам известно, в мире проходят большие изменения, экономические, социальные и прочие, глобализация. Наблюдается сокращение или снижение, скорее, снижение темпов роста в мире по разным причинам. Демографическим, инвестиционным, технологическим и так далее. И в связи с этим, и в немалой мере, как результат, можно сказать, частичного краха неолиберальной политики, в общем, и политики в области финансово-банковского сектора в Соединенных Штатах и у нас в Европе. Это финансовый кризис, который начался с 2007 года, когда разные схемы типа МММ в России, то есть пирамиды рухнули и с очень тяжелыми последствиями, в особенности в Европе и в особенности в Еврозоне, которая неадекватно реагировала на это положение. В связи с этим также наблюдается расширение разниц по доходам и по состояниям в разных странах. Это привело к интересу, удивительно, среди самых крупных капиталистов, так называемых народов Давоса, публики Давоса. Ну, вы знаете, это место в Швейцарии, где ежегодно встречаются видные политические и экономические руководители мира сего. И там стало популярно, вот, ну, как это получается, если посмотреть на Европу, то самые успешные или наименее неуспешные страны – это скандинавские или северные страны, ну, включая Финляндию. Как же это так? У них высокие налоги, это должно тормозить, развить, а у них, получается, в чем состоит эта северная модель? И поэтому это уделяется все еще довольно много интереса. Ну, я сейчас пройду несколько базовых данных, чтобы было понятие о том, что сейчас посмотрим. Во, получилось. Это развитие дохода на человека в разных странах, в длинной перспективе. И обратите внимание, шкала здесь логарифмическая. Внизу там тысячи долларов, потом две тысячи, четыре тысячи, восемь тысячи, и там наверху последняя цифра – 32 тысячи долларов. Так что это надо иметь в виду. И что мы видим? Это с начала прошлого века. Мы видим развитие в Соединенных Штатах с серьезным спадом, серьезным спадом. Это кризис 29-го года. И потом постепенное, постепенное, но довольно медленное, медленный подъем опять. И во время войны производство увеличивалось очень-очень сильно. Там делали самолеты, как будто это колбаса по точным порядкам и методами. И развили свою промышленность очень сильно. Швеция тоже пострадала немножко от кризиса во время Первой мировой войны. Но это маленькие такие колебания. И, конечно, спад во время войны, в которую мы не были втянуты. Но все же это сказалось сильно на производство, когда большая часть мужского населения находились в формах, чтобы оборонять страну при возможном вторжении нацистской Германии. Ты скажи про цвет. Какая страна есть? Ой, да, это не видно. Это зеленая первая – это Соединенные Штаты. Следующая, которая более-менее параллельно развивается – это Швеция. Вот это желтая, темно-желтая – это Россия. И последняя – это Китай. Ну вот, что касается России, то видно вот эффект Первой мировой и гражданской войны ужасной. Потом, значит, подъем производства. Но, как известно, большая часть этого подъема была направлена на оборонный сектор. Существенные, конечно, потери во время Второй мировой войны и восстановление экономики. А потом опять в начале, ну, в 90-х этот спад вам хорошо известный. Но это длинная перспектива. Можно посмотреть более в короткой перспективе. Это с 90-го года. Также это четверка – это Соединенные Штаты, Швеция, Россия и Китай. И Швеция здесь тоже, как вы видите, такая вот маленькая дырка или яма – это 2007-2008 годы, когда в Европе и в России еще более существенно ударил финансовый кризис. Но Швеция за последние 20 лет развивалась более успешно, чем еврозона. Но это вообще те страны, которые не вошли в еврозону, но которые являются членами ЕС, они развивались менее плохо, чем члены зоны евро. Так, это, как сказать, измерение благосостояния на человека и развитие по времени. А если… Ну это же не только доходы определяют благосостояние. И поэтому в рамках UNDP, то есть программы развития ООНа, развили несколько более многогранный измеритель благосостояния. Там входит… Этот индекс называется Human Development Index, индекс человеческого развития. И там применяются здесь четыре… Ну, в общем, три главных показателя. Это продолжительность жизни, или вероятная продолжительность жизни, сколько лет школьной учебы и опять доход. Так что это не только доход, но это образование, и это состояние здоровья, которое, конечно, в общей сложности определяет возможности человека индивидуально развиваться. Без образования очень туго, плохое здоровье, то это, во всяком случае, резко сокращает статистические возможности в жизни. И что мы видим? Здесь, как бы, первая десятка Норвегии на первом месте. У них, значит, ну, всех здесь высокая… В среднем 81-83 года, даже 84 в Хонг-Конге, как вероятность, продолжительность жизни. И, ну, у норвежцев, они не особенно отличаются, например, от Швеции на седьмом месте, но у них доходы значительные, почти на 50% больше, чем у нас, благодаря, там, решению Бога, где, куда спрятать нефть, в каких недрах. Ну, вы видите, здесь такая лига. Из них, ну, почти большинство протестантские или лютеранские страны. Ой, здесь что-то случилось. Это плохо. Видите, я любитель в этом деле. Но здесь должно быть довольно спорный тоже такой рейтинг. Это касается счастья. Сейчас это модная ветва социальных исследований. Это что определяет счастье. И там, помимо этих вот Human Development Index, включается уровень доверия, уровень готовности помогать друг другу, ну, целый набор других показателей. И среди этих счастливчиков в первой десятке опять эти малые, малые или средние величины протестантские страны. И когда я с моим одним финским другом сказал, что вот эксперты доказали, что вы в Финляндии, вы самый счастливый народ в мире. Он сказал, какая чепуха тогда. Ну, подумать, как у них, если мы самые счастливые. У остальных-то. И вообще там комментарий такой, что в финском обществе, Финляндия же входила, 650 лет входила в шведское государство, после того 100 лет в Российской империи. Но они остались, я бы сказал, более глубокими лютеранцами, чем мы в Швеции. И в рамках лютеранства не следует показывать, что вы счастливы, что вы богаты и так далее. Вообще мир полон несчастья. И надо бороться с грехом и с виной перед всеми. Это общая психологическая, как сказать, зарядка лютеранства. Было, во всяком случае. И поэтому для них это совершенно непонятно, что они самые счастливые. Однако, это тоже один оттенок того же феномена, что эти страны северные довольно рационально построены, исходя из гуманистических представлений. И вот эта схема взята из так называемой World Value Survey, обзор мировых ценностей. И это громадное исследование по всему миру. И здесь опять что-то выпало координаты. Здесь, значит, по вертикали указывается степень традиционализма, в смысле религиозного и так далее, или рационализма. То есть выше – это более рациональное, а ниже – это более традиционное. А по горизонтали здесь либо ставка на выживание налево, либо направо – это самопроявление развития личности, отдельности. И здесь много интересных наблюдений, но почему-то у меня не получилось копии здесь, потому что то, что интересно для нашего предмета сегодня – это то, что протестантская Европа, вы видите, Финляндия выше и направо, Финляндия, Нидерланды, частично Германия, Швейцария. Но из картины здесь выпала самая экстремальная позиция среди протестантских европейских стран в смысле доверия к рациональным, общим или общественным решениям, когда вы не полагаете на семью, а вы доверяете государству. Это выше, касаясь в этой схеме. И максимально самостоятельный индивидуалистический подход, чтобы человек чувствовал себя свободным от разных уз, которые ему не нравятся. И самая экстремальная позиция занимается Швеция. Она выпала здесь из кадра. Наиболее рационалистическая и наиболее касательно цельная на индивидуума. Ну, какие здесь можно определить в качестве причин? Какие факторы? Вообще, насчет этого северной модели говорят, что здесь высокий уровень доверия. Доверие между людьми и между людьми и властью. Это, в свою очередь, объясняется многими факторами историческими. У нас приходы были довольно самостоятельные, когда еще в католическое время, от Рима. И могли требовать ответственности от пастора, как он пользовался средствами, которые ему давали. Но это привело к системам правления государства, которые в международной перспективе наименее коррумпированы. Институты, хорошо работающие, суды самостоятельные, пресса свободная. Но еще к тому надо добавить традиция. Это идет еще со времен варягов. Довольно высокого уровня равенства. Дело в том, что в Сканинавии, за исключением частично Дании, феодализм не вырос здесь по-настоящему. И, например, если взять случай Швеции, то парламент, который начинает в истории свою работу в 1435 году, в нем, в этом парламенте, который состоял из четырех сословий, там присутствовали и крестьяне. Конечно, зажиточные, влиятельные, но и крестьяне. Такого не было в других больших европейских странах. Не было здесь крепостничества вообще. За исключением короткого периода, когда мы владели какой-то части Германии. Северной Германии там было еще крепостничество. Крепостное право. Потом надо добавить, что здесь, как и вообще в Северной Европе, в особенности в XIX веке вдохновлялись идеалами просвещения. И не только среди аристократов, но развивалась богатая ткань разных обществ, союзов, религиозных и иных, которые действовали самостоятельно от государства и даже в большой части против государства или правительства, но развивали свободные церкви, разные общества по борьбе с алкоголизмом, которое было невероятно тяжелой болезнью в этой части мира в XIX веке. И эти цели добивались так называемыми народными движениями. Ну, это общие черты развития скандинавских стран. Теперь немножко более провинциально хочу остановиться на случае Швеции. Швеция как государство официально возникает вот в этот момент. Это национально-романтическое изображение, которое вы можете посмотреть в Национальном музее в Стокгольме. Это Густав Вазет, который накануне Ивана Купала 1523 года въезжает в освобожденный от датчан Стокгольм. Дело в том, что с XIV, даже XIII века существовала Северная уния. И все было благополучно, когда этой унией руководила женщина, так называемая король без штанов, королева Маргарита. Но потом постепенно возникли большие трения внутри этой унии, которая состояла из Дании, Швеции и Норвегии. И в данный момент, в 20-х годах XVI века Швеция контролируется датским королем. Ну, тематично, что его в шведских школах запоминают как христиан-тиран, а в Дании его прозвище христиан-добрый. Вот этот Густав Вазет, его отец был слишком социально заинтересован, потому что христиан, у него резиденция была дворец в Стокгольме, или крепость, скорее, тогда шли. Он пригласил все узнать, а вот отца он не пригласил, а отец очень зазлился, скакал в Стокгольм, постучался в деревья, его впустили, потом всех казнили, которые там были, что вывод не всегда надо, надо, так сказать, проталкиваться на разные социальные мероприятия среди селебрити. Так вот, Густав Вазет, ему удалось поднять народ в провинции Далларна, довольно самостоятельная там культура, и постепенно освободить Швецию от датчан, тогдашнюю Швецию. Главное, он провел, значит, реформацию религии, перешли на лютеранскую веру, он национализировал эти монастыри, забрал много золота и серебра у церквей, и построил флот и так далее. 17 век, да, важная дата, это предпоследние годы 16 века в Швеции, потому что после Густава Ваза там идут противостояния его сыновей, и один сын, значит, то есть внук Густава Ваза, который стал королем Польши, он считал себя тоже королем Швеции. Он был католиком, а Швеция уже лютеранская. И его дядя, Карл IX, уничтожил его войско в Сёдре-Чёппине, в двухсотах километрах от Стокгольма, и это, конечно, укрепило навсегда лютеранство в Швеции, что очень важно. Ну, 17 век, это короткий век шведского великодержавия. Мы контролировали Балтику в Нью-Шанце, ныне Санкт-Петербурге, работал шведский почтант, отлично, и постепенно захватили, ну, контролировали, помимо Дании, конечно, контролировали немецкое побережье, Польское и так далее, и Балтику. Всё это кончилось в 1718 году, когда правильно нацеленная норвежская пуля убила Карла XII, который постоянно воевал, и после длительных переговоров и ещё убедительных действий Петра I, нам пришлось, или в Швеции пришлось заключить нештатский мир, потеряли Прибалтику, и вообще Швеция вышла из лиги великих держав, что, однако, верхушка здесь в Стокгольме не поняла. Они очень талантливые, они почти сто лет старались опять воевать с Россией, чтобы вернуть Прибалтику. Кончилось это тем в 1809 году, что потеряли и Финляндию. По случаю невероятных случайностей, здесь арестовали Мустава IV Адольфа, его послали в Швейцарию, выбрали нового короля, населенника на престол, случайно французский маршал Бернадот, который был очень успешным военачальником. Идея была, чтобы его пригласить сюда, чтобы он, будучи видным военным, смог опять развязать войну против России, чтобы вернуть уже Финляндию. Но он был более умным, чем это, он посмотрел вокруг себя и очень успешно для себя весною 1812 года встретился с Александром, и они договорились о мире, о нейтралитете Швеции и о поддержке Швеции, то есть Бернадотта, против Наполеона, бывшего начальника Бернадотта, между прочим. Именно в тот момент, когда Александру нужен был какой-нибудь друг в этой европейской игре. И говорят, что почти последнее, что Александр сказал перед тем, что скончался, что у меня был только один друг, король Швеции. Но это 1812 год. Главное, очень важная дата в Швеции, это у нас тоже 60-е годы, как в России были важными, у нас предпринимаются разные изменения в экономическом законодательстве, отменяются гильдии, которые были своего рода монополиями, и устанавливается свобода предпринимательства. реформируется Конституция, отменяется сословная конструкция с четырьмя сословиями, и переходится на двухпалатную систему, которая потом действовала до 1970-х годов. Однако главная развилка в развитии между нашими странами, здесь очень много разниц, конечно, экономических, социальных и так далее, я бы сказал, главная развилка, это то, что случилось в связи с февральской революцией, октябрьской революцией, у нас было большое противостояние между рабочими, организованными рабочими, то есть социал-демократической партией и профсоюзами, и в союзе с либералами против тогдашней верхушки, потому что эта конституция 1809-го года, которая у нас тогда работала, она не была полностью парламентской и не демократической, потому что не все имели право голосовать, но социал-демократия здесь, она выбрала меньшевистский путь, то есть постепенных реформ и отказалась от революции, но было вообще здесь тогда, в 17-м году, повышенная, кстати, нервозность в обществе из-за глупого планирования народного хозяйства, регламентации цен на продовольствие, были стачки в связи с ну, такие хлебные демонстрации, когда не было хлеба и вообще положение было нервное, вообще мы могли бы пойти по тому же пути, что и в Финляндии, где разразилась гражданская война, хотя, конечно, у нас здесь не было никакого, никакой российской армии и большевистских солдат, но все же это был такой момент, когда могло пойти, ну, примерно как по немецкому пути, где была революция, потом большие волнения, и в конце концов пришел Гитлер власть. Вот, так что когда у вас моряки из Кронштадта распустили учредительное собрание, впоследствии их тоже всех расстреляли, когда они требовали разные свободы, в этот момент здесь привели демократизацию права на выборы, и женщин дали право выбора, это касательно начала современной шведской демократии. Коротко об экономическом развитии в Швеции. Мы прошли все три индустриальные промышленные революции. Первое вот внедрение новых видов энергии, электричества и так далее. начинается уже в 70-х годах. 19-го века. Очень важно, что построены были вузы, ну, как везде в Европе, вузы, которые обучали инженеров и так далее. Потом идет, это уже 20-е годы прошлого века, внедрение массового производства по американскому примеру. затем после войны и в особенности вот за последние 40 лет развивается экономика услуг. Это очень ясно видно по удельному весу промышленных работников, которое поднимается и достигает максимума в начале 60-х годов. Швеция выступала на мировые рынки, мы были второй по рангу страной, которая выпускала громадные танкеры, то есть судостроительная отрасль была очень важна. Начали производить машины разные, автомашины и грузовики. Эти легковые машины сейчас во владении китайцев, после того, что они одно время были в руках американцев, которые их разорили, сейчас они процветают. Вольво САП исчез, но Вольво сейчас процветает, что кажется, легковых машин. более сложные аппараты, то есть грузовики, это уже целые системы, Вольво и Скани, они все еще занимают очень видное место среди производителей вот этого жанра. Ну, разные виды тяжелого оборудования для промышленности. А сейчас уже с 70-х, 80-х годов Швеция занимает достойное место в области развития интернета, IT-технологий разных, более-менее понятных услуг, игровых и прочих, но присутствуют на мировых рынках и с успехом, но уже не говоря о медицинской сфере и такими. мы можем вернуться к этим аспектам в рамках вопросов, но надо сказать, что 20-й век в Швеции это век рабочего движения, сильных, централизованных организаций. Это исторически первая организация, это организация профсоюзов рабочих, ЭЛЛУ, оно в свою очередь основало, те же люди основали социал-демократическую рабочую партию, это конец 19-й века. В 20-м веке тоже основали общество распространение знаний для рабочих, потом пошли профсоюзы служащих и профсоюз сегодня конечно наиболее или один из важнейших это союз тех, которые получили высшее образование. Но эти сильные организации из главного рабочего движения они проникали всю жизнь почти от детсадов до похоронных компаний включая большие страховые общества и так далее. В 20-х и 30-х годах, в начале 30-х Швеция тоже проходила эффекты всемирного экономического кризиса, но к счастью мы совершенно случайно там какой-то бухгалтер в Госбанке без всяких анализов решил, что раз фунт английский пустили в пустое свободное плавание, то и шведскую крону также. Мы девальвировали тем самым крону и смогли таким образом смягчить удар от мировой конъюнктуры. В этой связи социал-демократы против своих принципов они согласились на сделку с партией фермеров, чтобы поддержать доходы фермеров в обмен на то, что те поддержали активные меры по трудоустройству, что было вообще против общих понятий свободного рынка и так далее. И это принесло плоды в том смысле, что во-первых снизились безработица и это тоже повлияло на ну просто убрало почву для коммунистов и для нацистов. Нацисты это была очень маленькая группировка в Швеции, но все же социал-демократы смогли подавить или просто убрать те поводы для недовольствия, которые питали такие движения. В 1938 году тоже это дата очень важная, потому что тогда профсоюзы и союз работодателей они пришли к договору, такому рамочному договору о том об коллективных договорах. До этого часто были забастовки, которые создавали неопределенность, большие затраты и так далее, но пришли к этим коллективным договорам. Значит, порядок следующий. пока нет договора, в обе стороны свободно поднимать меры воздействия, то есть забастовки, локаут, а когда заключен договор, то его надо выполнять в течение того периода, который охватывается этим договором. Тем самым была основа культура консенсуса, взаимопонимания. В результате экономического развития, разных социальных реформ строилось то, что называется у нас в Швеции «Фолькхеммет» – «Народный дом». То есть дом в смысле семейный дом, там, где всем должно быть уютно, если цитируете тогдашнего премьера, чтобы здесь все чувствовали себя дома, чтобы не было здесь приемных сыновей и дочерей, а все часть семьи. Это, конечно, идея, которая использовалась не только демократическими партиями в Европе, но здесь эта идея была взята на вооружение, чтобы продвигать этот проект модернизации общества на основах просвещения. Можно сказать, что социал-демократы во всяком случае с 30-х годов по 70-е годы и еще дальше имели идеологическую гегемонию, оппозиционные партии не выступали прямо против желания улучшить что-то, но говорили, что не так быстро или не так щедро, или так вот, но общее направление как бы было принято обществом, надо сказать. И это одновременно с тем фактом, что очень короткие периоды социал-демократы в парламенте пользовались большинством. Они большее время были миноритарной группировкой, но дело было в том, что против себя они имели консервативную партию, партию либеральную и партию фермеров, ныне партия центра, но а с другой стороны коммунисты, коммунисты колебались от пяти процентов до максимума в районе десяти после Второй мировой войны на волне симпатии к Советскому Союзу, но коммунистам не было некуда идти, они не могли голосовать, не могли объединяться с буржуазными партиями против социал-демократов, и поэтому им оставалось только либо не голосовать, либо просто поддерживать социал-демократов. Фактически состоялся такой довольно прочный блок. Ну, потом 70-е годы там два главных явления, это то, что не чувствовали экономических реалий, потому что прирост был таким, что начали развивать социальную сферу значительно больше, чем это было долгосрочно прочное. И это привело к перегреву экономики, к тому ударило повышение цен на нефть, когда ОПЕК повысил в 73-м году. И мы думали, что это временное явление, и поддерживали разные виды промышленности, в том числе судостроительство через бюджет, и одновременно мы начали терять очень быстро конкурентную способность в измерении затрат на одну единицу производства, то есть unit labor cost, единичная стоимость труда. Из-за этой инфляции при равных валютных курсах, естественно. Но потом последовало целый ряд девальваций, и в 76-м году буржуазные партии победили на выборах, предлагая еще более активную поддержку конъюнктуры внутреннюю, чем социал-демократы. Но потом им пришлось передумать. В 82-м году социал-демократы возвращаются, им приходится, или должны были, я там участвовал в этом режиме, восстанавливать равновесие в экономике, что не получилось. И в 91-м году опять буржуазные партии, так они называются в Швеции, несоциалистические, или если применить терминологию общие центры, центры правые, правоцентристские партии. Короткое время посидели, три года, с 94-го по 2006-й год, опять социал-демократы, а сейчас и с 2006-го по 2014-й год, так называемый альянс. Наконец, эти тогда четыре партии, несоциалистические, они объединились, они постоянно между собой соревновались, они объединились успешно под лидером консервативной партии Райнфельдом, он довольно, я бы сказал, дерзко, если не нахально, переименовал партию на новую, новую, мудраторную, это умеренная партия, новая рабочая партия, то есть партия, которая всегда защищала интересы наиболее богатых, вдруг представила как партия трудящихся. Но это кончилось в 2014 году, потом с 2014 по 2018 год, опять социал-демократы, но с поддержкой поддержкой или вкупе с зеленой партией и с поддержкой бывших коммунистов, ныне партия, левая партия. На прошлых выборах в 2018 году не было никакой ясности, потому что тогда образовались как бы три блока. Вот этот левый блок, правый блок, но никто из этих не имел большинство, и новая партия шведских демократов, так называемые шведские демократы. Шведские демократы это националистическая партия, она против эмиграции в Швеции, у нее корни явно коричневые, те, которые основали партию когда-то, они бывшие нацисты, но они немножко переоделись, и теперь открыто не выступают, но можно слышать такие высказывания от ведущих представителей партии, что евреи это не шведы, дело в том, что евреи у нас живут 200 лет, и существенно принесли большую пользу в развитии культуры в Швеции, и конечно они шведы, но вот есть такие, и с этими среди левого блока, конечно, никто не хочет иметь дело, в рамках альянса этих четырех несоциалистических партий, там две партии, они говорят, да, ну надо же с ними говорить, это эти правые партии, то есть умеренная партия, и христианская демократическая партия, в то время как либералы и партия центра, это бывшие фермеры, они также занимают ту же позицию, что и левый блок, после очень долгих переговоров, сейчас у нас очень любопытная конструкция, у власти, то есть в правительстве сидит социал-демократ, сидят социал-демократы и зеленые, но у них далеко не большинство, они как бы поддерживают пассивно, против них не голосуют либералы и центристы, именно из-за того, что они не хотят никаких сделок с этими шведскими так называемыми демократами, я говорю так называемые, потому что они открыто выступают за порядок для СМИ, как в Венгрии под Орбаном, это совсем другая система, чем у нас сейчас, вот, и но условием для такой конструкции, чтобы они пассивно и активно иногда поддерживали это миноритарное правительство, это соглашение в 73 пунктах, в которых несколько пунктов очень тяжелые и трудные для социал-демократов, но они выбрали такой компромисс и нынешний премьер давно выступал за сотрудничество через эту границу блоков между левым блоком и вот этим так званием центром правоцентрическим блоком. Так что он должен, он достиг одну свою цель, но конструкция, конечно, довольно шаткая, надо сказать. Вот, чтобы посмотреть на расклад политических сил сегодня в Швеции, то я здесь показываю такую ныне популярную схему для политического анализа. вы видите по горизонтали V это левое по шведски Vänster, H это Hörger, это правое, значит, правое-левое, это традиционная шкала. А теперь по всему миру принимается вот тангал, то есть традиционные авторитарные и националистические ценности. А вниз это Green Alternative Libertarian, то есть зеленые, альтернативные и вообще либертарианские ценности. И здесь можно, это шведские газеты для международного сравнения показали фотографии трех европейских лидеров. Вы видите на правой стороне высоко это Марин Ле Пен, она националистка и экономически вправо, правая. Меркель вообще-то это консервативная партия ЦДН, но она ее обвиняют собственные там товарищи в том, что она она провела ЦДУ, Христианский Демократический Союз в сторону, в левую сторону. И Корбин, который левый и такой зелено- зелено- альтернативный тип. Вот, теперь видите шведские партии. Налево В это партия бывших коммунистов, левых. здесь экологи, зеленая партия и это стилизированная роза, это социал-демократы. А как бы правый блок здесь это тоже зеленый цветочек, это партия центра, либералы, Ну и я модерат, они как раз новые модераты как раз убрали новые, вернулись к старому, то есть это такой поворот направо, только что на своем свезде. Ну и здесь они указаны своим логотайпом. КОД это крестьянские демократы и наверху здесь я не знаю какой это желтенький, то есть белый цветочек это шведские демократы, то есть они считают, что надо сосредотачиваться на шведской культуре, что надо конечно проводить более жесткую политику, что касается иммиграции и конечно они добрались до уровня 17-18 процентов благодаря тому, что остальные партии довольно довольно пассивно или даже активно посредствовали очень быстрому росту иммиграции и страна стоит перед некоторыми вызовами, если так закончу сейчас, это как в многих других странах, несмотря на то, уровень разности, то есть распределение доходов и состояния в Швеции и в северных странах, это измеряется индексом Gini, то есть как распределяются разницы по зарплатам и так далее, он уровень все еще в международной перспективе очень низок, то есть довольно много равенства, но различия растут очень быстро и в сфере в плане заработных плат и что касается состояния, некоторые из этих вот последнего что касается состояния, это объясняется технологическими прорывами, вот те, которые изобрели скайп, конечно, стали миллиардерами и так далее, и так далее, вот у нас растет число миллиардеров, но и здесь влияют изменения в неправильном направлении, по-моему, нашего налогового законодательства, во-вторых, вот эта сеть обеспеченности социальной, она стала более редкой из-за стабилизации государственного бюджета в 90-х годах после того кризиса, так что теперь вот пособие по безработице, она не такая чедра, как раньше, ну и миграция, и интеграция, и к тому еще вдобавок вопрос о том, как быть нашей землей в будущем, вот на этом на этих веселых пунктах я хотел закончить выступление и очень буду рад вопросам. вопросам. Спасибо.